Наконец-то свернулись шоссе, Город остался за рекой, Колеса-тележки сразу уехали В землю теплую, чуть пыльную. Вот он и ветер, в лицо пышет, Под ним так чудесно лететь вперед, Все вперед, к милому Розову. Ходу-ходу, скромная, надай! Кучеренок Петька и сам не дурак, Струной натянул, позже сидит, как влитой, Скромную выпустил полным ходом, Еще немного и собьется наскок, Но это уже позор. Хороший кучер не допустит. Куда уж надавать? И так летим, клубим пыль за собой, Целует нас ветер, пахнет вольными полями, Березняком откуда-то, И роскошно пылью и дегтем. Джон Тубо, не ересь, Джон Тубо! Но Джона удержать, пожалуй, потруднее, Чем Петьку со скромной. А у Петьки глаза горят. Джон, в сущности, даже и не он, А сучка Сеттер. Но огневая, и сейчас, когда ее бросает В тележке от быстрого хода, Она вся танцует и мысгает. Я знаю, чего ей хочется, Сжаться комом и потом вылететь, Стремглав наискось, А может, и вперед, мимо скромной, И ну-ну-ну молнии по полям, Кругами, зигзагами или волчком. Должно быть, все-таки, Мой Джон немножко сумасшедший. Но это ничего, я одобряю. Даже жаль, у самого нет сейчас Этих четырех упругих лап. Нет, удержать нет возможности. Хоп! Только этого и ждала. Теперь до самого полковника не посадишь. Обносится по всем овсам, ржам, А к охоте устанет и будет плестись с высунутым языком. Знаем мы эту собачью породу? Мой друг Брец, кузнечный мастер, Мохнатый охотник, говорил про Джона. Ну, разве ж можно такую собаку держать? Ведь ее нужно орясиной. Он прав, конечно, но только тогда и нас с ним Временами тоже надо орясиной. Шагом кобылу загонишь, шагом. Петьки бы до самых будаков марш маршем. Положим, если плестись трухом, Нынешнюю зорю и пропустишь. А с другой стороны, Господь с ними, С этими тетеревами, пускай клюют ягодки. Нам и без них хорошо. Вот ока с левого бока легла вольным зеркальным телом, Как величавая молотка. От ней ветер уже не тот древний, Спокойный, великий ветер. Хорошо ей лежать в вечерней солнечной славе, С вековым бором на той стороне, С духом воли и радости, С белыми рыболовами, песнями платогонов. Интересно, как застану полковника. Прошлый раз сидел над сажалкой, Ловил карасей. Так он мне как-то запомнился. Вот со мной военной тужурки, В туфлях, недалеко от своей избы. Впрочем, скоро уж и будаки. Вот Егорьевская, там Степанов камень. Други мои унялись несколько. Петька все же боится Степанова камня Пускать во весь дух. Можно и шею свернуть, Да и скромная обошлась. Едем солидно, как большие. Эй, ягодка валинка, берегись! Верноглохла! Петька избоченился. Две молодухи шарахнулись в стороны, А он молодцом мигнул вправо-влево Загорелым их лицем. Знай наших! Полковник сидел на крыльце На корточках у самовара. Иду. Свет блистал в самоваре И обдавал волной розовую сосна Щеку с седыми волосами. Вдруг подскатили мы, И Джон с размаху перепрыгнул через все, Понесся по деревне в сметовую пыль, А скромная остановилась. Душка, вы! Я уже охвачен милейшим розовым. Мы целуемся. Передо мной щетинка его усов, Зеленый кант тужурки, Военно-мирно-лесной, И давно знаемые, Выцветшие глазки Из самых мирнейших. Ах, полковник, полковник, Дай вам Бог, голубчик, Не стареете. И если это, знаете ли, От тихой жизни, Я тут как жужелец прозябаю, Вот как-с, Доживет до моих годов, Тоже удалитесь в монарепо. Это правда, Полковник процветает тихо. Много лет живет здесь, Снимает избу, Сад разводит, Охотится, С мужиками дружит, Лечит, Возится с ребятами, А когда на деревне бывают драки, Он один унимает все. Хорошо забраться к нему, Пожить, Помечтать, Посмотреть и послушать В полях, В лесах, На рассветах. И снова все мы, Даже скромные, Кажется, Чуем, Что здесь нам вольно дышать, Что тут мы любим солнце, Золотеющее вербы, Тишину полковника. Ради бога, полковник, Чай на улице. Конечно, Конечно, Розов хлопочет, Он радостно взволнован, Не хочется ударить лицом в грязь, У него тоже ведь все есть, И мед, И варенье. С горячим чаем Мы едим мед, Белый, Пьяный, Он кристально капает с ложки, И там, В кружевных сотах, Он так бессмертно чист. У меня нынче ульев четыре, Вот, Посмотрите, Воображаю его в сетке, Как он возится там с пчелами своими. Картина должна быть. И заметьте себе, Всегда так, Чаю не дадут допить по стрелы. Что же, каждому свое? Полковнику чай пить хочется, А тут уж заявилась депутация голопузых От семи до десяти годов. Змеи, дяденька, обещали сделать. Барин, барин, дай булочку. Маленький рыльца в светлых волосенках Выглядывает из-за решетки полисадника. Надо дать. Еще это братья любят сахар. Так их грызут, как белочки. Пускать змеев с трещотками, Это дивно я нахожу. Погодите, многоуважаемый, Видите, полковник, чай пьет. Нельзя же старенького так каждую минуту теребить. Допьет, пойдем. Ну вот, полковник, допил, Перевернул большую свою чашку С золотыми звездами вверх дном. Не останутся. Теперь эти обещал. Знави эту его длинную фигуру И высокие сапоги, И куртку со штрипкой, И ветхие очки. Разумеется, вокруг нас скачут собаки, Ребята прыскают, Один даже на руках прошелся в экстазе, А дяденька посмеивается себе И идет, не торопясь, со змеем в руках. Кажется, встретиться сейчас стадо бизонов Или диких сослов Так же бы спокойно с улыбкой старческих глаз Прошел он среди них. Тут, извольте, видите, бугорчики есть. Мы оттуда чаще пускаем. На бугорчике мы сидим. Смирно, детвора! Полковник скрестил ноги, как турка, И внимательно чинит, Приделывает хвост к змею. А заводить должен я. Голубчик, у вас ноги порезвее Ублаготворить шельмецов? О, да, ублаготворить превосходно! Солнце на закате, Поля клеверов, И кашка и вид, И еще чем-то не липали цветут, Или это снова соты, А главное, воздушное какое-то вино пьянит. Ох, как опьяняет! Хочется мчаться по ветру В дивном забвении. Дальше, дальше в эти страны Благорастворение. Ну, ясно, змей взвивается. Как ему не взвиваться, Когда здесь по земле я скачу Тридцать узлов в минуту? Когда сзади летит детвора оравый, Мой Джон ошелел от простора, От сальто-мортали. Даже тяжеловес Бисмарк полковника Пустился марш-маршем. А главное, как ему не лететь, Когда сам бы я улетел с ним в восторге, Вон хоть к тем небесным бродягам, До каких он, пожалуй, и доберется. Вперед, все вперед! И ветру, пожалуйста, ярости! И ветру! Так мы бесимся и носимся у бугорка, На котором полковник, Как он заливается тихим своим смехом. Змей ушел уже высоко в облака, Теперь его держат сами ребята, А с другими мы просто стрекаем в догонялки, И только солнце с прежней любовью Льет на нас прелесть. Здесь внизу был мочальный, смешной, А теперь брат синевы Потрескивает в высоте, Пощелкивает, Подумаешь, орлиный клекот, Голос себе приобрел какой-то. Ох, силы больше нет, не в моготу. Приляжем у полковника, Полежим, поглазеем на небо, Поболтаем. Душенька, а выводки? Избегаетесь в лоск, Что на завтра останется? А вы еще бисмарк нынче показать Обещались ваше происходительство. Полковник отирает со лба пот, И вид у него слегка неуверенный. Потом вдруг улыбка засвечивает на лице, А я, собственно, И не полковник, Всего-то капитан. Так уж, человек, вы хорошие, Вам можно сказать, Все меня полковник, полковник, А я просто капитан. Вот ставки. Хитрый полковник, Чрезвычайно хитрый. Сколько времени меня морочил. А я-то думаю, Вот с кем знаком, С настоящим полковником. С бисмарком пройтись можно, Он дубоват несколько, Но работник чистейший. Полковник вынимает маленькую табакерку, Красный платок, И запускает свои многовековые ноздри, Щепотку яду. Тих, тих, И это глаз омывает. Лучше видишь, И голова светлей. А уж ребята наши Разбежались по домам. Солнце село в тучку, Смеркаться будет. Облака взгромозились Темными клубами, И стало тише. Июльский сумрак С перепелами, Жаркой. Вот звездочки проглянули Из-за мохнатых туч. Не задавили бы их Эти медведи, И пьяно заструило Над полями ночными запахами. Перепела не унимаются. Полковник хвастает Своим бисмарком. Кобелище трехугольный, Понтер, А вымуштрован здорово. Верхним чутьем, Дрожа, Тянет он по овсу К притулившемуся перепелу. И мы замираем, Только овес Чуть шуршит. Ту-бу! Но магическая сила Заворожила его. Можно делать и говорить Что угодно, Он будет мертво дрожать. Собачье его сердце бьет. О, чует, Знает своего невидимого врага. Вон там, За десятком колоссиев, Он приник к меже. Трррррррррррррррррр. Мягкий, ровный лед. Писмарк валится на землю, Ждет выстрела. Мы не стреляем. Мы смотрим, Как легко и вольно Уносится милая птица в июльскую мглу, вытягивая ровную прямую над овсами. Как повел! Вы замечаете? Шельмец высокой пробы. Бисмарк виноват и мысгает. Что ж, он сдал экзамен чудесно. Стыдиться нечего. Но собаки вообще стыдливы. Когда их хвалишь, всегда краснеют. Ночь уже стемнела. Мы собираемся ужинать. Тушенька, редиску очень любите? Конечно. Прекрасная вещь. Покажу вам парник. Полковник загадочно улыбается. В садике его, у беседки, играют в шашки при садовых подсвечниках гости. Орефий Сильвестрович, орешка попросту, приказчик из имени, и сыровар Бирге. Я этих идолищ с собой не возьмусь. Вам покажу, а им нет. Вообразите, Бирге этот, слон, третьего дня всей своей ступнищей на моей настурции. Мы с Розовым потихоньку на огород. Вот под парниковой рамой при свете фонаря редиски. Они молодые, сидят в теплой земле, все распаренные, слегка и нежно-розовые. Полковник осторожно выдергивает с десяток. Я упиваю с их запахом и запахом парной земли на кореньях. А высоко над нами уже высыпались звезды ночными легионами. И все от земли до неба тихо, очень тепло, только наверху, там слабо реет золотая их слава. Даже странно подумать. От нас, от убогой избенки полковника, этих бедных редисок, Бирги и Орешки, вверх идет бездонное. То, что некто тихой и великой стоит над нами, наполняя все собой и повелевая ходом дальних звезд. Орешка, кажется, обдует сыровара. Очень уж он ловк, очень уж хитроумен Орешка, хихикает себе. Вот когда я служил у князя Курцевича, вот князь Курцевич, вы фитили как-то нибудь зеленый пес? Нет, вы никогда не фитили зеленый пес. Что уж там насчет зеленых псов? Плохо ваше дело, Георберния. Маслянистый Орешка вас объедет. Он уж объезжает вас, забирает вашу армию, в дамки лезет. Это как у князя Курцевича. Быстрота, натиск! Орешка за леса рассыпчатым смешком, лицо его сияет блином, на носу выступили капельки, как божья роса. И он от восторга сейчас обратится в жирный ком и покатится мелким бесом в припрыжечку. Ужинаем мы тут же, на том самом столе, где была битва. Редиска полковничья с маслом восторг. Он нашарил еще клетцечки, он говорит, крючочки, и подчует с видом старого кухонного маэстро. Орешка усасывает творог. Бирги взгрустнул, что-то видно проигрыша затасковал. Вы, хороший мой, куражу не теряйте. И этот орешка без мыла между балясинами пролезет. Его на том свете как клетцечки поджаривать будут. А в самом деле идея поджарить орешку на чертовом огоньке, воображая, что за славный сок он даст. И вообще, иностранцам против нас здесь трудно. Языка не знают. Словно, в лесу дремучим, сердяги. И полковник рассказал, как еще в гимназии немец объяснял им залоги. Волк ест коза действительный, коза ест волк страдательный. Мы веселимся. От бутылочки Портеру Бирги тоже прояснился и задымил стройной силой. Далеко на деревне пели песни, взвизгивали временами. Это мой Петька не дает спуску девкам. А мы отхлебываем темные влаги с сыром, смеемся, дышим. Но, как и раньше, бархатный шатер над нами, девичьи взоры звезд. И так странно. Хохочешь над толстым сыроваром его лысиной, и вдруг поднимаешь глаза выше, и увидишь его звезду. Стоит над ним как над полковником орешкой мною его сыроварская звезда, не стесняясь тем, что, может быть, он совсем не знает, что такое залог. Ее тонкие лучики отсвечивают в его лысине, а другие обтекают все филистерское тело, брюхо, но ничего не стыдят. Полковник, голубчик, завтрашних тетеревов опять прозеваем. Будет вам юриться, право. И нам-сь пора, и нам-сь. Еще много завтра дел. Орешка надевает широкополную шляпу бандитскую. Нам-сь еще нужно тут на деревню пройти. Хе-хе-хе-хе-хе. Тут у нас вечером относительно прекрасно у полу. Привесело бывает. Вы как находите, господин Бирги? У Бирги только живот поколыхивается от смеху. А вы, тубайте, нас не попьют? Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ну, с улицем, как орешка, хоть куда можно. Мы же с полковником долго еще сидим, курим, ведем разговоры. Понемногу все смолкает на селе. Разбрелись визжавшие девки. Петька мой лазает, где-то заплетнем в коноплях. А над всем мягко льет сумрак. Ночь млеет. Шляфен, говорит полковник, спать так спать. Розов сам возится, приготовляет. А спать все же в его комнате трудно. Жара. Висят ятаганы, винчестеры, блохи скачут эскадронами. И там, на большом турецком диване, белеется сам полковник и краснеет его папироска. Заснул, наконец. Теперь можно и улизнуть. Начинает сереть небо. Звезды побледнели. Это час белых утренних духов, туманов, птиц небесных. Хорошо устроится на телеге с сеном. Сено щекочет, но пахнет. И в темноте навеса близко жует теплые лошадиные морды. Вот тебе раз. Было сено, а вдруг теперь человек. Морда фыркает, и на своем лбу я чувствую ее встряхивающиеся губы. Тихо, тихо. Почивайте, полковник, Петька, Бирги, Орешка, Джон и Скромная. Я послушаю раннее утро, подышу запахом сена, погляжу, как вечные куры гомозятся на насесть. Подремлю сам, может быть, в прохладе утренника. Мы спим. Но что такое? Вот открываю глаза, и во все щели струями свет, свет. Скорей на воздух, не упустить минуты за сарай к саду. Оттуда тянет огненный бриз, точно шелковые одежды веют в ушах. И, кажется, сейчас побежишь навстречу и пронижут всего беспредельно эти ласкающие лучи. Волосы заструятся по ветру назад, как от светлого плывучего тока. О, солнце! Утро! Полковник мой спит еще. Розовый отбль спокоится на сузеньких его чертах. Вся изба посидела от росы и так хочется припасть к этому старому старикану, поцеловать его в лоб, как отца. Жаль, будить. Стареньким и спать-то только под утро. В семь часов мы готовы. В беседке Розов сервирует чай, мы наливаем с густейшими сливками, вокруг повелика обняла тонкими пальцами решетку и высоко в небе облачка баранчики. Это уж скромный трезвый день. Полковник умыт, нас ждут собаки и тетерева. Хорошо ли я спал? Отлично. Философствуем слегка. Вас, полковник, в генералы бы должны произвести. Признать, очень ведь свирепый. Душка, война вздор. Самое лучшее в войне домой ворочаться и пенсии ждать. Наилучшие с... Ну, Пальмерстон, я-то думал, десятка-три турков на своем веку укокошил. А потом, когда выступаем в поход, полковник даже похож на следопыта. Длинноствольная винтовка какая-то. Я тоже с ружьем, но на сердце у меня весело и несерьезно до последней степени. Не похоже что-то делу на тетеревов. Совершенно не похоже. И проспались слегка, да и солнце, дай бог ему, здоровье растопило воздух. Пышущие волны плавают над полем, как напоены они глубочайшим шелковым духом, ароматами, нагретым сеном, волей. Джон с Бисмарком давно друзья. В овсах только хребты их выныривают, носятся, как сумасшедшие. Тут, батенька, в этой курпажине выводком быть, да быть. Замечаете, линяли, помет, а земляничка плоха. Правда, мы придем уж струящимся в ветре березняком. Здесь в ранней тиши утра тайнами тропами бродили все эти славные тетеревята со своей мамашей. И глупый черныш монах сидел где-нибудь в кусте и тарахтел, чуфыкал, раздувая красные брови. Только было да сплыло. Теперь жарко, все в чаще. А потом Джон, Джон безумный, Джон, куда тебе черти носят, Джон, анафема! Но Джон в солнечном трансе вместо того, чтобы чинно разнюхивать тетеревины и следы, носится, как угорел и тр-р-р, тр-р-р, ну, конечно, поразгонял в чаще всех косачей, цыплят, мамаш. Надо б тебе орясиной, как бред, советовал. Да уж, видно, твое счастье. Самому разве побегать, высунув язык в этих кустах, березках, огненном аромате? Нынешний воздух ведь это ром неба, нехитрый человеку ошалей. А у полковника через плечо фляга. Понимаю, в чем дело. Это огненная вода. Слушайте, Розов, невозможно все же на охоте ни разу не выстрелить. Ах, глупая, несколько, но хорошо, как хорошо забежать вглубь в лес и палить раз-раз так на воздух. С добрыми намерениями в честь неба, солнца полковника Джона Голубова. Вы того, насчет головы у вас как, не очень нагрело. Следопыт думает, что я рехнулся, говоря короче. Нет, я могу еще посоображать. Например, с удовольствием выпью воды жизни. Позавтракаю с полковником здесь, в лесу, в тени раскидистого баобаба. Даже Джона покормлю чем-нибудь. А потом солнце перейдет в меридиан. Полковник разомлеет. Я уложу его взремнуть. Буду улыбаться, неизвестно чему. Бог знает, о чем мечтать, чего никогда не будет. И отмахивать веточкой мух от полковничьего лица. Все-таки надо домой. Свечерело, и тележка моя подана у корольца. Прощайте, дорогой, крепко-крепко вас целую. Дай вам Бог. Нельзя, нельзя. Провожу вас пять минут. Это полковник сел на козлы. Прямо с земли шагнул длиннейшими своими ногами. Корабль наш поплыл. Как мы устали. У всех кружится немного головы. Это от деревенского вина. Небо и воздуха. Но приятно ехать с чуть затуманенной головой. Полтора десятка верст. Мимо зелени. В нивах большаками. Вот с горы осторожней. А за сев господь с вами. Спасибо. Не забыли старика. И снова поцелуй. И потом сразу мы катим под гору. А полковник сверху машет, похожий на высокий четырехугольный крест, на соколиного глаза. Прощайте. Прощайте, соколиный глаз. Привет вам за волю, за сердце чистое. Привет. Он тонет в зеленеющем небе. Мы же катим. Мы едем с пустыми руками. Все наши тетери мирно дремлют сейчас под кустами. Мы неудачники. Но это ничего. Джон ласково жмется. И зеленые поля раздвигаются перед нами великими покровами. И небо несет свой купол без конца, без конца. Все они сводят нам в души глубокий мир. О, шуми. Шуми, ветер. Говори о просторах, дальних звездах радости. Прощайте, полковник. Привет. Прощайте. 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 Прощайте.